А люли, а люли, кому си поем, тому си добром, а люли, а люли. Ну что, чье кольцо? Опять это кольцо попалось. Тому вот у нас будет счастье и достаток. Кому поем с добром, вот как раз это считается, что будет самый хороший год. На суженого на судьбу нуроковые события года. Гадания на святки всегда были особой рождественской традицией на Руси. Причем среди вполне себе безобидных обрядов были и те, что связывают мир живых с миром потусторонним. Проводником между двумя измерениями обычно служат зеркала, рассказывает сотрудница Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Анна Щетинина. В пустой комнате никого не должно быть. Ставится зеркало, от зеркала с двух сторон ставятся свечки, зажигаются, то есть такой тоннель получается. В зеркале и ты туда пристально смотришь долгое время и в этом зеркале должен тебе привидеться твой суженый ряженый. Ну вот некоторые бабушки рассказывают в экспедициях то, что да, там вот одна нам рассказывала, что вот он там вот прошел, говорит, вот он идет хромой, в шинели, лица не видно. Конечно, для тех, кто не сторонник острых ощущений, есть и гадания попроще, например, на тенях. Для этого из куска газеты или бумаги нужно сделать комок и в темноте поджечь его. Хорошее воображение станет помощником в таком гадании. Ведь именно то, что привидится гадающему, то и грядет в текущем году. Наверное, сейчас самое распространенное, да, это гадание на свечах, оно что раньше было, что сейчас есть. Это когда ты в блюдце, ну там в какую-то плошку наливаешь воду, берешь свечку, думаешь в этот момент о том, что, о чем ты хочешь спросить. Свечка там определенное время прогорела, ты ее переворачиваешь и вот этот вот воск, там ровно ее держишь и воск в воде образовывает какую-то фигуру. А еще в период святок узнать имя суженого можно, выйдя на улицу Затемна и спросить его у первого встречного. Гадать можно все святки, вплоть до крещения, 19 января.